здравствуйте мои дорогие зрители меня зовут ирина и вы на моем канале сегодня начинаем новый эксперимент точнее можно даже сказать новый тест мы будем использовать розовое японское удобрение оно именно идет акцент на цветение на то чтобы например орхидеи которые долго не цвели зацвели и те орхидейки которые например цветут давали боковые ответвления и цвели продолжали свои цветоносы в общем именно акцент на цветение у нас на улице ужасный ветер поэтому будет немножечко посторонние звуки но я думаю их будет не сильно слышно и они нам особо не помешают вот сейчас на ваших экранах у меня моя любимая рэн добкин я очень хочу чтобы она зацвела она уже в таком размере что может цвести я видела что у девочек в таком размере цветут и рэн добкин я ее покупала в размере 1 из 7 но сейчас она уже доросла до такого размера что она как вот 2 и 5 вот вполне готовая к цветению конечно по сравнению с марией терезы она кажется очень маленькая но на самом деле и рэн добкин она и не гигантская сама по себе ведь у нее другого размера листики другой формы они более таки продолговатый вот так вот скручиваются этот лист уже совсем такой большой полноценный вырос этот должен быть еще больше я думаю что она готова к цветению здесь у нас идет мария тереза у нее листики которые магазинные вот такие были маленькие вот а домашние отросли уже очень очень большие и она получается висит у меня в кашпо не стала его снимать вот потом очень долго это процесс одевания и чтобы еще ничего не повредить а вот и она немного наклонилась это и я вам ее показывала предыдущих видео она у нее была плохая корневая система и она немного завалилась на бок теперь она так и растет хотя у нее сейчас шикарные корни растет она в чистом крупном керамзите и пересыпан таким красивым цветным керамзитом цветной керамзит покупала в обе по моему 76 рублей небольшая такая пачечка вот но очень красиво смотрится в чистый такой крашеный керамзит сажать нельзя потому что он покрашен обычной краской краской когда вскрываете пакет он пахнет краской но запахом выветривается достаточно быстро вот на следующий день уже краской не пахло вот можно я думаю вы наверное заранее промыть вот оставить даже на какое-то время открытом чтобы не было запаха потом уже сажать собственную орхидей q мне очень нравится сочетание корней до которые прорастают сквозь него сейчас аккуратненько вам покажу вот посмотрите какая красота очень круто смотрится тем более вот в подвесном кашпо вот такая красота я очень хочу чтобы она зацвела потому что она ароматная вот и запах конечно блаженственный и мне очень хочется ходить знаете как завороженная все время нюхать ее вот уже есть тем более в домашнем цветении потому что когда ее покупала покупала уценкой в планета лето за 299 рублей вот у нее оставалось всего три цветочка и такие уже знаете давно распустившись и но запах был и он был очень вкусный а я думаю когда откроется домашнее цветение и вот знаете свежий этот аромат ой я уже хочу так на следующее это у нас solid gold они кстати были куплены вместе за 299 рублей у этой состоянии было получше я ее посадила на фитильный полив не значит получится вам показать у нее наросла просто шикарная корневая система обалденная просто не знаю я тоже очень-очень жду же ее цветение вот поэтому собственно сегодня она здесь стоит почему орхидеи 5 я выбрала именно орхидеи которые от которых я жду цветения от которых в принципе еще ждать рановато цветение например как рн может быть еще можно было повременить но я очень хочу цветение вот и также как вот получается мой big leap big leap молния я очень хочу посмотреть на его цветение хотя он в принципе из новинок купленный он в начале августа пересажен вот как месяц в такую посадку двойной горшочек получается но он нарастил уже достаточно много корней вот видите как уже просохла кора вот хочу его полить как раз таки да и возможно что он даст нам цветонос что я очень-очень хочу хотя группа идея он еще в принципе мог бы постоять без цветоноса вот но я хочу как раз таки протестировать и удобрения пустят цветонос или не пустят и какой будет цветонос в два цветочка или например в 10 еще и будет ветвиться так и вот попугайчик попугай в принципе тоже он смотрите еще даже не отцвел и я хочу проверить тоже полить его он тоже уже хочет пить вот он у меня летал но вроде бы все хорошо единственное что внутри горшочка там корешочки немножечко сломались испортились сейчас не смогу одну руку поднять вам показать но он шикарный и в принципе он отцветает он мог бы отцвести и так постоять вот но хочу попробовать полить удобрением этим новым японским нахваленным не знаю сейчас будем с вами тестить и уже буду вам говорить собственного опыта работает или не работает вот и проверим даст может быть боковую почку или новый цветонос вот ну что принципе розеточка позволяет процвести еще раз и корневая полный горшочек и большая розетка поэтому я не переживаю за его здоровье вот есть орхидеи которые я наоборот не хочу чтобы они цвели я хочу чтобы они наразили нарастили извините розетку это такие как вот от моего бордового детка с моего бордового пенька вот я хочу чтобы она не цвела на очень долго цвела восемь месяцев у нее осталось всего три листика хотя их было четыре и они такие знаете мне кажется поменьше размером стали поэтому я вот не хочу чтобы она выпустила цветонос возможно даже если она пустит цветонос я его обломлю но не знаю хватит у меня найти вот сил это сделать своего собственно кота душевного да вот смогу не смогу не знаю но если не хочу чтобы она цвела в пугу и в общем вы меня поняли сейчас будем поливать буду вам показывать вот именно на разных посадках как правильно поливать этим удобрением чтобы был результат берем тепленькую водичку обязательно теплую градусов 30 здесь у меня литр воды я вот это удобрение тоже японская тестировала это у нас для роста в активного роста и цветения для декоративных цветущих растений усиляет и рост и и цветение вот такое вот классное удобрение почему говорю классно потому что его я уже протестировала она реально хорошим не очень понравилось вот от него у меня 5 из 5 дело именно 5 орхидей поливала таким вот способом как я сейчас буду эти орхидейки поливать и все 5 выпустили цветоносы когда я просто подливала в горшочке или просто проливала двойной горшок результат тоже был корни активно нарастали вот но цветоносиков не было а вот а когда я делала с помощью замачивания или погружения или вот получается заливая заливанием выпустили цветоносы вот теперь это убираем его уже протестировали уже знаем что она помогает действенное и будем тестировать розовое удобрение первый способ если у вас орхидейка долго не цветет вы можете купить вот такого туда брения отрезать вот это вот пипку и вставить вот по самое основание вот так вот в грунт если вот вот у вас такая кора три ферм подойдет вставляете прям вот так вот до основания и у вас стоит орхидейка через неделю должна выпустить цветонос про крайней мере производитель говорит что это удобрение помогает вот если у вас орхидейка в принципе да вот как мои в таком адекватном состоянии они у меня в принципе цвели все с ними хорошо единственно что я хочу чтобы выпустили новые цветоносы две капельки на литр воды вот две капельки если у вас орхидейка в керамзите вы не сможете всунуть и вот эту вот ампулу тогда нужно пять капель на литр воды если у вас в керамзите долго не цветущая орхидея или в крупных кусочках коры тоже не подойдет опускание на вот под 45 градусов нужно вставить в грунт тоже не подойдет такой способ если у вас крупная кора тоже нужно будет 5 капелек на литр воды и полить как я буду сейчас и делать потому что у меня нет таких орхидей которые долго не цветущие не у меня все цветут вовремя сейчас вот правда не у меня где-то примерно в октябре выпускают цветоносы сейчас еще не время вот ну хотя уже времечко под поджимает так сказать уже должны скоро выпустить все цветоносы сейчас они вот активно наращивают корневую систему и листовую массу в общем будем пробовать хочу чтобы цветение естественно было пышное красивое но я добавлю так как у меня с орхидейками все хорошо две капельки на литр воды вот собственно еще капельку кап все закрываем прошлую эту крышечку я потеряла на зеленом удобрении так и начинаем поливать в закрытой системе в керамзите или если у вас в коре в коре вы прям замачиваете тоже где-то вот так вот наливаете она вас стоит минут сорок вы сливаете у меня в керамзите я сейчас залью тоже прям вот где-то на такой уровень чуть чуть больше половины вот смотрите видите вот до такого уровня я налила в керамзите он не всплыл потому что когда вот так вот вы наливаете он не будет всплывать методом пролива хорошо если у вас есть мох он намокает и держит собственно керамзит полный наливать не нужно потому что керамзит подпрыгнет и орхидейка вас выпадет собственно вот поэтому до такого уровня и хватит так я оставлю в керамзите часа на полтора потому что в керамзит он в себя влагу не впитывает он всегда внутри остается пористый и сухой он только по своим оболочкам передает влагу вверх и только оболочка его будет влажная мокрая он сильно много в себя воды не впитывает поэтому можно оставить подольше вот так как водичка теплая сейчас и вазочка станет такая тепленькая уже становится они меня так постоят и я лишнюю воду солью до вот такого уровня ну как обычно мы подливаем закрытой системе воду я оставлю удобрение на донышке вот так же в принципе и с корой сливаем и немножко оставляем на уровень керамзита ну что в закрытой системе в коре это тоже идет дренаж потом мог потом кора вот поэтому на уровень дренажа оставим это удобрение после того как постоит 40 минут в коре 40 минут в керамзите где-то часа полтора вот следующий это у нас идет тоже керамзит посадка но у нас здесь фитильный полив вот так как здесь очень много наливать воды я вытащу и просто поставлю в емкость вот собственно таким вот образом да сейчас еще напитается и вот так вот тоже постоит где-то часа полтора потом я их всех солью эту собственно вытащу она стечет и немножечко тоже воды добавлю с удобрением прямо в основной горшочек тут у нас есть немножко я это все вылью помою и налью туда чистой водички с капелькой удобрения вот так вот будет стоять сделала еще удобрение мне не хватило и и также проливом аккуратненько буду поливать следующую орхидейку если где-то попало может быть в пазуху или в точку роста потом аккуратно салфеточка или ватным диском можно все это вытереть здесь у нас архиата и сверху три ферм они очень хорошо напитываются архиата у нас средней фракции поэтому до в 20 минут будет достаточно постоять с этим вот растворчиком тоже полную наливать не буду их на камеру видно уровень воды да вот так вот я и оставлю вот горшочек заканчивается да вот так и налила водички вот не доставая сантиметра наверное три до уровня да вот до верхнего ободка сантиметра три блочат чуть больше середины я наливаю архиата вся напитается на очень хорошо впитывает в себя воду поэтому прям полную вот так вот не нужно наливать потому что может загнить орхидейка загнить шейка этого абсолютно достаточно вот и остатки удобрения я волью сейчас попугая все здесь просто непрозрачный видно не будет ну где-то вот так там тоже водички с удобрением теперь и вот те которые у меня в керамзите это вот двойной горшочек фитильный полив закрытая система они у меня постоят полтора часа это орхидейка которая в корее тут средняя архиата она постоит минут 20 25 даже 30 это будет много потому что архиата хорошо впитывает в себя влагу воду собственно поэтому не на не нужно очень долго ее оставлять чтобы орхидейки не навредить вот в принципе и все это вот через 20 минут сольете через где-то часика полтора и будем ждать пышного цветения я думаю вы будете держать за на орхидейки кулачки и кто себе приобрел такое же удобрение вот будем вместе тестировать и кто уже попробовал у кого есть результат очень прошу напишите свои комментарии как понравилось не понравилось был результат не был результат потому что пока у меня конечно еще такие чисто на сайте где-то прочитала отзывы у производителя где-то прочитала отзывы это не у самого японского где-то да на каких-то форумах вот где там перекупщики все остальное почитала немножко все в принципе хвалят это удобрение никто не говорит что там плохое вот но мне очень интересно правда ли такой прям стопроцентный результат или нет поэтому пишите свои комментарии очень вас прошу об этом кстати не забывайте подписываться на мой инстаграм ссылочку оставлю в описании потому что у меня там тоже очень много интересного и чаще всего и в инстаграм сначала выставляю какие-то мои новиночки а потом уже выходят видео на youtube поэтому если вы хотите обо всем узнавать первыми подписывайтесь на мой инстаграм все а на этом я заканчиваю видео свое всем до свидания всех люблю целую пока пока